Всем привет! Меня зовут Сергей Лебедев. Я работаю в компании ВК, старшим бэкэндер-заработчиком и свободно от работы времени интересуюсь теоретическими концепциями программирования, разными парадигмами и пробую их на практике. Именно такой доклад у меня сегодня будет. Сегодня мы поговорим об аспектно-ориентированном программировании на нашем любимом PHP, рассмотрим его теоретические концепции, которые в него заложены, и как его можно практически применить. Сначала подумаем. Аспектно-ориентированное программирование звучит замороченно, но, может быть, мы уже где-то в быту с ним встречались, в своем, разработчиков в быту. И, я думаю, те из вас, кто работает в Symfony, видели такие конструкции, аннотации в коде, позволяющие проверять, валидировать тип свойств класса или позволяющие проверять права доступа к какому-то методу. Те же, кто перешел на PHP 8, возможно, в этой роли видели атрибуты PHP. Это аннотации, атрибуты, метки, показывающие, где вставляется. Аспектно-ориентированное программирование, то есть добавляется какой-то сквозной функционал, размазанный по всей программе, не очень касающийся намного, но, тем не менее, нужный. И как более-менее понятно, что это такое, что оно добавит к коду, но что у него под капотом, как оно появилось, как придумали такое. Начнем с истории. Давным-давно, когда компьютеры были большие, память о них была маленькая, программисты были такие же ленивые, как и сейчас, и они не любили писать одно и то же много раз, и они придумали макросы. Когда они описывали в одном месте что-то, логирование, например, и дальше меткой вставляли, отмечали то место, где будет этот макрос вставлен, развернут каким-то припроцессором, и далее в готовой программе он будет. Вот пример макроса для ассемблера IBM 360, а вот для древнего языка программирования PL1. Дальше появился язык C. Наверняка кто-то из вас писал на C и знает, что там тоже есть макросы. Они более продвинутые, припроцессор более продвинутый, и в принципе делает то же самое. Вставляет какой-то функционал код программы. Еще там есть прагмы, которыми можно коду тоже навешивать дополнительные какие-то свойства, ну и сквозной функционал дополнительный. И по сути макросы и прагмы аналогичны аннотациям, атрибутам, метаинформациям, которые что-то добавляют к коду. И дальше появилось объектно-ориентированное программирование, где было неудобно вставлять макросы какие-то, разворачивать, где-то можно было их забыть, убрать, где-то можно было забыть, добавить. И люди стали думать, как это делать. Дело автоматизируют. И одна из первых концепций, как это сделать, было адаптивное объектно-ориентированное программирование, когда программист описывал объекты, какой-то сквозной функционал между ними, описывал связи, и из этого генерировалась программа, которая потом компилировалась и все это содержала. И вот пример иерархии объектов в такой программе. Тема настолько понятная и простая, что нельзя обойтись без вот этого мема. Следующая концепция. Кстати, внизу там идут ссылки на оригинальные работы, где были предложены эти концепции. Кому интересно, посмотрите. Следующая концепция – это программирование мета-уровня, что в своей основе хорошо знакомы нам коды генерации. Все очень просто. Есть код программы, туда что-то добавляется, генерируется код результирующий, программа компилируется, и все, что нужно, там есть. Дальше уже решили вставлять дополнительные функционалы в рантайме. Это были композиции фильтров, то есть штуки, которые на входе перехватывали вызов объектов и могли как-то взаимодействовать с входными параметрами или с выходными. И схема тут. Вот пример работы. Схема работы такой штуки, и она тоже будет фантазией. И, наконец, субъектно ориентированное программирование. Штука интересная, потому что там был предложен подход, когда объект в своей сути определен, который что-то делает, но для работы с другими объектами он предоставлял различные интерфейсы, аспекты. Именно здесь появилось слово «аспекты», и обозначало оно вид других взаимодействующих объектов на этот. И наглядный пример этого дерева, на которое птицы смотрят в своей колокольне, можно ли там построить гнездо, есть ли там еда. Дровостек смотрит, насколько трудно его срубить, насколько оно твердое, и сколько денег ему дадут за него. И бухгалтер, который считает, сколько кубометров дерева привезли, сколько оно стоит, и все такое. И вот пример иерархии интерфейсов такого объекта, то есть внутри он один и тот же по сути, но иерархия интерфейсов, для каждого взаимодействия с ним объектов, вернее субъекты, как они там назывались, разные. И, посмотрев на все это, в исследовательстве центры Xerox стали строить свою концепцию добавления скважного функционала, свободно от недостатков прочих. Вообще в центре Xerox придумали много чего хорошего, чем мы пользуемся и сейчас. Это Ethernet, лазерный принтер, персональный компьютер, компьютерная мышь, планшетный компьютер, графический интерфейс и даже само объектно-ориентированное программирование в виде языка Smalltalk придумано там. Но я отвлекся, вернемся к аспектам ориентированного программирования. Итак, в Xerox предложили выделить следующие концепции. Это аспект, то, что мы выделяем в отдельный аспект, скважной функционал, который мы выделяем в отдельный аспект, логирование, например, кэширование и подобные вещи. Это адвайз, реализация этого аспекта и как оно добавляется до вызова оригинального метода, после, до и после. Там были еще нюансы, что после успешного возвращения только оно сработает или после возвращения с ошибкой. Дальше точечное применение аспектов. Joint Point они их назвали. И множество применений аспектов. Множество точек вставки аспектов, например, по регулярному выражению названия метода или класса. Это прям реально автоматизировало их вставку, чтобы не вставлять каждый раз точечно. Еще у них был вивер. Штука под названием вивер. Но погодите, вивер, если кто-то играл в игру Dota 2, там есть вивер. А при чем он здесь? Нет, Dota 2 здесь ни при чем. Ява здесь при чем. Дело в том, что разработав все эти концепции, их тут же реализовали в виде библиотеки для Ява, называемая Aspect J. Она используется и сейчас. И главный компонент этой библиотеки был компонент, вставляющий код аспектов, код программы, переплетающий их как бы еще до этапа выполнения программы. Его и назвали вивером, то есть кач. Он как бы плел структуру, сплетал во едино волокна. И, как я говорил, они свои концепции реализовали в библиотеке для Ява, Aspect J. И так как Serac, хоть и не злая, может быть, но все же корпорация, они тут же запатентовали все эти концепции, саму библиотеку и даже название аспектно-ориентированное программирование, из-за чего в Open Source предпочитают называть это аспектно-ориентированная разработка программного обеспечения. Вон там у меня есть ссылка на патент. И теперь, когда мы увидели, как в оригинале было предложено аспектно-ориентированное программирование, подумаем, как его в принципе можно реализовать для какой-то программы. Программа у нас проходит этапы какой-то предобработки, препроцессинга, дальше компиляции и дальше выполнение. И на всех этих этапах можно вставлять дополнительный функционал, аспекты, и в принципе так и есть. Варианты реализации это до компиляции, во время компиляции, интерпретации и перехват вызова в фронтайме. Можно на низком уровне это делать, виртуально-машинные серверы предложения, можно делать на уровне языка, если такие средства там есть. и из этих методов самое правильное вставлять до компиляции или во время компиляции, потому что тогда при исполнении программа уже имеет все эти аспекты в себе и, во-первых, это не влияет на ее производительность, во-вторых, не выдает каких-то странных ошибок в рантайме. Теперь посмотрим, как у нас в принципе можно реализовать PHP все это. А в общем так же. Коды генерации при компиляции перехватывать на уровне виртуальной машины вызовы методов, перехватывать на уровне языка. Тут как раз средства в языке есть. Магические методы, события, хуки какие-то. Ну и теперь, когда мы поговорили теоретически, об аспектах, посмотрим, что в PHP есть практического, какие библиотеки существуют для PHP расширения с аспектно-ориентированным программированием. Начнем мы с расширения, начнем мы, вернее, с этого класса подопытного кролика, в котором мы будем применять аспекты. Это какой-то счет клиента, где у нас есть, можно положить на него деньги, снять деньги и блокировать счет. И мы, допустим, хотим логировать вызов всех трех методов, а при блокировании счета сначала проверять, является ли пользователь, администратором, имеющим право блокировать счет. И вот наш класс без применения аспектов, мы добавили все, о чем я говорил, и кролик у нас получается какой-то развесистый. поэтому мы обломаем ему рога, вернем класс в чистое состояние и будем применять к нему аспекты. Первая библиотека, расширение, вернее, с которой я начну, называлась PHP Aspect, она появилась в 2007 году и представляла собой даже скорее компилятор, потому что отдельный компилятор, там были реализованы все сущности аспектно-ориентированного программирования, включая viewing, то есть плетение кода программ, основной программы аспектов и было это реализовано за счет своего компилятора, который, при процессоре, который все это делал. Вот схема работы из оригинальной работы о нем. К сожалению, эта библиотека быстро устарела и сейчас не используется, уже не используется. Вот так выглядел код на ней. Я специально оставил тег PHP, чтобы было понятно, что это именно PHP, а не какой-то другой язык. Как мы видим, она добавляет свои ключевые слова PHP Aspect и здесь мы определяем аспект сначала, потом в подсвеченном коде реализуем его и дальше указываем в подсвеченном коде, где мы его вставляем. Точно мы вставляем такие-то методы. Снять и пополнить счет. И вот такая программа в результате у нас получается. И заметьте, оригинальный класс, подопытный кролик, мы вообще никоим образом не трогаем, все сделалось за нас. Дополнительный функционал уже там. следующее это расширение PHP именно, называлось она AOPPHP и оно интересно только тем, что тоже одна из первых реализаций аспектов PHP, работала на фронтайме и вот так можно было добавлять там аспекты, то есть мы добавляем здесь проверку доступа к методу и дальше показываем, где оно применяется в подсвеченном коде, то есть методе блокирования аккаунта. Следующие идут уже расширения, они изначально написаны для тестирования и позволяют подменять классы, и за счет этого на них можно реализовать велосипедное аспектно-ориентированное программирование, подменяя оригинальный класс и сделать новость с таким же названием, сначала делающие свои аспектные дела. Первый из этих расширений Ranked, вот так бы мог выглядеть велосипедно аспекты на нем, то есть мы переименовываем оригинальный метод, добавляем другой таким же названием, который потом вызывает оригинальный. И на этом Ranked была реализована аспектная библиотека, в которой было все, что нужно для аспектного программирования. Код на ней выглядел вот так вот. Тут точки ставки аспектов помечаются аннотациями и написал некий Себастьян Бергман. Кто у нас Себастьян Бергман? Правильно, Astro PHP Unit. Я подозреваю именно на аспектах. Он написал это, когда был студентом. На аспектах научился так хорошо подменять классы на тестовые дубли. Следующее расширение ОПЗ, оно используется сейчас, в основном для тестирования, на нем тоже можно навелочипедить аспекты. Вот так, но тут это мы перехватываем именно вызов методов класса хуками вверху определение, что будет добавлено, а внизу перехват собственно вызов методов. И теперь мы наконец великий и ужасный Zengine. Великий и ужасный потому, что используют интерфейс доступа к функциям написанных на других языках программирования и в PHP за счет этого имеет доступ к очень глубоким структурам PHP, а во-вторых написал Александр Лисаченко входящий в комитет программный комитет PHP Russia что достойно восхищения и для комитета и для человека успевающего все это. Вот так выглядит добавление аспектов с помощью рефлексии. Заметьте оригинальный метод я тут не вызываю дело в том что библиотека настолько низко уровня что после подмена оригинального класса она уже не имеет к нему доступа так что это проведено чисто для цели интереса. И теперь мы перейдем к фреймворкам где есть аспектно-ориентированное программирование и там это реализовано на уровне языка. И первый из них это литиум он древний но зато там уже было АОП и назывался оно фильтрами что отсылает нам первоначально вот одной из первых идей композиции фильтров которые мы смотрели выше но он уже устарел и не используется. Следующий фреймворк называется Enflow он идет как довесок как база для CMS под названием NEOC CMS неплохая но фреймворк чисто рабочий инструмент для нее но зато там тоже есть аспекты здесь они их точки вставки помечаются аннотациями. Следующий еще для Symfony второго был бандл позволяющий использовать аспекты и там он работал в рантайме и там был матчер то есть штука позволяющая применять аспекты по регулярному выражению вставлять и вот здесь пример такого матчера вверху то есть мы вставляем аспекты в класс аккаунт вставляем во все методы потому что матчер для метров возвращает всегда true они живая реализация опять же мы не трогаем изначально наш класс подопытный кролик и следующий фреймворк называется RayAOP он странноватый потому что китайский и самая актуальная документация в нем на китайском и там тоже есть матчер но для пометки точек вставки аспектов он использует уже атрибуты вот так выглядит код на нем но здесь я показал множество точек для вставки здесь тоже матчер в любой метод любого класса он вставляет логирование следующий фреймворк называется SWOFT он интересен тем что реализован поверх своли он асинхронный 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 простите и тут тоже есть аспекты но я это тоже погонял потому что я синхронный PHP пока не использую когда буду попробую этот фреймворк обязательно работает в рантайме правда то как мы помним не очень хорошо и наконец великий и ужасный гол АОП великий он потому что он написал все тот же Александр Лисаченко а на самом деле великий потому что там есть все что нужно для аспектно-ориентированного программирования включая плетение аспектов код программы до этапы его выполнения реализованы это за счет кэширования через кэширование классов и парсинг их из кэша фреймворк этот смотрит лежащий в кэше класс содержит в себе аспекты или не содержит если нет то он переименовывает этот класс кэши и делает другую с аспектами вызывающие оригинальные и тоже кладет его в кэш и дальше все работает уже код и аспектов и программы уже есть в кэше и не надо его гонять в рантайме проверять в рантайме перехватывать что-либо это очень хорошо я считаю самый лучший подход а второе в нем хорошо там есть адаптеры для всех популярных языков программирования но ZEN сейчас не так не программирование а фреймворков PHP адаптеры есть для них для этих трех ZEN не самый сейчас популярный но Symfony и Laravel с нами и их легко подключить к ним легко подключить аспекты и вот так выглядит пример аспектов на нем мы применяем здесь с помощью аннотации показываем где мы вставляем аспект и реализуем его здесь это логирование и теперь когда мы рассмотрели что есть PHP для аспектов я хотел поделиться своим путем вхождения в эту тему сначала I did it my way что называется ну увлекся простите начал я когда-то я писал на Яве и там уже есть аспекты в виде аннотации в библиотеке Ява Spring мне это очень нравилось я с удовольствием их использовал потом я перешел на PHP и увидел там в Symfony тоже есть аннотации использовал потом мне стало интересно как это устроено под капотом я стал писать свои велосипеды чтобы вставлять аспекты в код программы и они работали с кодогенерацией с помощью кодогенерации во время написания одного такого велосипеда я понял каково приходится разработчикам подобных библиотек копающих саму ткань языка столкнувшись с таким интересным глюком PHP просто стал падать кордам на каком-то участке программы дальше изолировав на чем он падает нашел вот такую выделил вот такой фрагмент программы если приглядеть можно увидеть эту четвертую строчку в константе пропис пропущен селф ошибка почему он не выдает ошибку а падает кордам я стал отдельно запускать этот кусок программы при тех же условиях как мне оказалось он не падал PHP выдавал ошибку покопавшись дальше я нашел что в фреймворке еще был вот такой фрагмент перехватывающий ошибку выдающий второе исключение бросающий в нем и вот это уже PHP не смог перенести двойное исключение ему оказалось не по силам история закончилась благополучно я зарепортер зарепортил это разработчикам PHP они это исправили и дальше и дальше я нашел уже Go AOP она мне понравилась я сейчас использую его в своих хобби проектах на работе к сожалению не перешли и попробовал все это я выработал свои правила для хорошего аспектно ориентированного реализации аспектно ориентированного программирования это оно должно поддерживать понятно нужные версии PHP она должна поддерживать нужный фреймворк поддерживать соавтором иначе через год она не будет поддерживать первые два пункта обязательно там должно быть реализовано добавление аспектов в код программы до этапа ее выполнения а не перехват какой-то в рантайме должна быть возможность работать по множествам точек вставлять аспекты добавлять аспекты до метода после до и после это не везде есть и должен быть доступ к параметрам вызова метода и к тому что метод возвращает про параметры вызова я за то чтобы это был редонный доступ потому что иначе можно творить дичь подменяя параметры на лету и творя странные вещи и в идеале оно хорошо чтобы оно поддерживалось VDE чтобы можно было ткнуть на аннотации и она показала где реализован этот аспект это очень удобно и теперь мы посмотрим как применяется аспектно ориентированное программирование в реальных проектах как применять его это наверное самый скучный раздел потому что при правильном применении АОП ничего сверхъестественного мы не делаем мы просто выделяем аспект логирование кэширование защиту реализуем его смотрим где этот аспект применяется в программе если таких мест мало то мы применяем аспект точечно если много то множество точек и в результате все работает хорошо и мы немного поработали не вставляли аспекты отдельно каждый раз в код программы и вот пример на гол АОП с точечным применением здесь как раз используется аннотация и обратите внимание здесь точечное применение важно потому что это кэширование кэширование нельзя вставлять вообще где угодно и второй интересный момент что оно применяется до и после вызываемого метода потому что суть кэширования состоит в том что оно смотрит вызывался ли этот метод уже такими-то параметрами если вызывался то берет закэшированный результат если нет то сначала вызывает оригинальный метод получает ее результат кэширует возвращает то что он возвратил и вот пример с множеством точек на том же ГООП но этот пример мы раньше видели и типичные аспекты для которых применяется аспектно-ориентированное программирование это логирование кэширование добавление транзакций баз данных какому-то запросу профилирование контроль доступа защита программы от печенья которая должна быть размажена по всей программе в идеале чтобы трудно было ее вытепить обработка ошибок и шутки над коллегами представьте себе мы напишем аспект который подменяет возвращаемый параметр или входящий метод параметра и легко тогда получится что 122 равно 5 коллега будет очень доволен которым мы это подшуним и аспекты не подходят для модификации основного функционала не надо так делать подмена получаемых возвращаемых значений и конфликтующих между собой аспектах в каком бы порядке аспекты не вызывались они не должны конфликтовать влиять друг на друга и конфликтовать между собой и что мы имеем в итоге аспектно ориентированное программирование полезно в использовании оно просто а под капотом может быть устроено сложно но нас это не касается мы пользователи конечные не используйте его без нужды ну как любая технология не стоит использовать технологию ради интересной технологии надо применяем используем для допомогательного скважного функционала и только для него никаких вмешательств в основной функционал программы и конечно скважной функционал не должен конфликтовать между собой спасибо спасибо за внимание вопросы и да самое главное голосуйте за мой доклад вон вот ссылка супер спасибо огромное поддерживаю если вдруг по какой-либо причине QR-код не срабатывает не переживайте потом все равно придет анкета вот прям можно записывать все комментарии чтобы не забыть и потом их применять ну что ж у кого есть вопросы в зале поднимайте руки и хелперы обязательно принесут микрофон если вы слушаете онлайн то задавайте вопросы в чате так первая рука пожалуйста микрофончик а аккаутинг это точно аспект аккаутинг это точно аспект то есть проверка текущего пользователя Извините, я не раз слышал. Повторите, пожалуйста, вопрос еще раз. Аккаунтинг, то есть проверка текущего пользователя на то, что это админ. Это точно аспект? Можно попросить еще раз? Проверка текущего пользователя на то, что он админ, это точно аспект? Или это что-то другое? Проверка пользователя? Да, она точно аспект. Это проверка правдоскопа. Именно. Но в текущем коде, который вызывается, пользователя на самом деле нет. Он возникает, он сюда проползает из слоя приложения волшебным образом. Может быть, это надо делать иначе? Блин, я просто не слышал отсюда вопроса. Извините. У меня реально проблема. Можно подойду? Прошу. Давай. Пользователь существует на уровне приложения, но не в коде, который проверяет, что пользователь из админ. Понял. Я примерно это понял. Итак, пользователь существует на уровне приложения. Повтори, пожалуйста, тогда еще раз вопрос, чтобы в записи все тоже услышали. Но не в коде. Это был чисто пример. Он достаточно грубый. Просто я не мог писать уровень приложения целого. Он поместился на этот экран. Это было бы много экранов. А так да. Я полностью согласен. И там должен стоять вызов проверки прав доступа пользователя, напишен именно на уровне приложения. Согласен. Окей. Спасибо огромное. Есть ли у нас еще вопросы в зале или в чате? Добрый день. Спасибо за доклад. Скажите, вот этот пример 2 плюс 2 равно 5 и вот этот define true false – это, наверное, удачный пример. То, насколько можно сделать код потом сложным в отладке для коллег. Скажите, какой-нибудь интересный кейс, что аспекты не помогали, а мешали как раз благодаря переусложнению кода и отладки. Но, когда я пробовал все это, аспекты, разные библиотеки, они не помогали, когда они работали в рантайме. Я просто в ответственном был, да, были на кейсе. Когда они работали в рантайме, возникали всякие странные ошибки уже исключительно в рантайме на этапе их добавления. И, ну, один я привел пример, это шутка над коллегами, когда там ты добавляешь по множеству точек, например, по названию метода аспектно-ориентированного программирования, которое определено вообще в другом месте, подключается вообще в другом месте. И это очень забавно наблюдать. Ну, я ни над кем так не шутил, но я бы представил себе, как бы я долго это искал. Весело было бы. Спасибо. Супер, спасибо огромное. Есть ли у нас еще какие-либо вопросы в зале, либо в чате? Так, ну что ж, тогда у меня вопрос к тебе. Я понимаю, что это очень сложный выбор, но какой из этих двух вопросов тебе больше понравился? Ну, где-то у меня тэп-монетка была, сейчас она поможет мне ответить. Но мне кажется, архитектурный вопрос, он как бы ближе к практике. Супер, спасибо огромное. И лучше, поэтому. Спасибо. Это у нас второй вопрос, правильно? Это был первый вопрос. А, это был первый вопрос. Прошу прощения. Все-таки, когда HR ведет, могут неполадочки случиться. Спасибо огромное за вопросы. Пожалуйста, вручите подарок автору. И, Сергей, огромное спасибо тебе. Подарок от самой конференции. Благодарим. Если что, Сергей никуда не убегает, можно продолжить общение уже в дискуссионной зоне около зала. Я вас всех буду ждать в 13.20 на Тихтоке с Виктором Михайловым из Газпромбанка. Спасибо. 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 Спасибо.